Тоже такое бархатистое лицо становится, как будто я пудрой намазала. Но оно и в то же время и крем, и пудра. Пускай белье стирают, ухаживают за домом, чтобы все у них было чистенько и хорошо. Вот так. Какая красота. Пахнет здорово. Думала, может приготовить там, я не знаю, там тушеное сделать с луком. Не хочу даже с луком делать. Не хочу в духовке. Я вам сегодня показала, почти уже показала рацион дня. Всем доброе утро. Какой хороший день сегодня, девочки. Небо чистое. Легкий такой, легкий ветерочек будет. И на градуснике 25 градусов. Самая комфортная температура. Сегодня день должен быть хорошим. Я уже видео успела смонтировать. Утро у меня, как всегда, начинается с овсянки. Ну, овсянку я вот последнее время беру в фикс-прайсе. Она меня устраивает вполне. На глаз уже наливаю 150 примерно миллилитров воды. Она разбухнет, будет нормально. И в кашу я всегда добавляю, девочки, Аква Д3. 3-4 капельки каждое утро. Обязательно надо. Ну вот, позавтракали, теперь можно делами заняться. Смотрите, какую яркую туничку купила. Это платье. Платье-туника. Но оно как туника, поэтому я называю туникой. Это я как раз-таки сегодня смонтировала заказ свой от Василька. Там еще кое-какие у меня обновочки. Кто не смотрел, заходите, посмотрите. Предыдущее видео вы как раз увидите. То, что я вам там показываю в заказе. Так, какое-то сообщение меня отвлекло. Ладно, девочки. В общем, что я хочу сейчас сделать. Утром я умылась, просто тоником побрызгалась и села монтировать видео. Никогда было мне уход сделать. А сейчас заодно, как раз у нас уже такой бьюти-блог, сделаю уходик. Но у меня не только бьюти-блог будет вот этот. Вот этот влог не только бьюти. Мы еще готовить будем здесь и снимать дальше, что у нас там будет дальше. А сейчас я хочу сделать уходик небольшой и очень быстрый. Вот это вот скатка. Это тоже я брала в Фаберлик. Я люблю Сеул. Вот эта серия. И мне эта скатка нравится. Это вот, знаете, как умывалка, очищение. Потому что я не только пользуюсь пенкой, гелем, но вот это средство тоже мне очень-очень нравится. Вот так вот беру чуть-чуть, прямо на сухое лицо. Просто наношу и потом скатываю. И все. И вот так вот начинаю скатывать. Оно прям скатывает. Катушки такие появляются. И вот эти ороговевшие клеточки, все лишнее, оно скатывается. Лицо становится такое мягкое, нежное, классное. Сейчас вот так вот, вот раз, 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 раз. И под руками прям чувствуете, как это скатывается. Прям такие катушки на лице появляются. А потом просто смыть воду и все. Лицо гладенькое, гладенькое становится. Это вот как-то даже легче, чем скраб. Легче, чем скраб. И даже после него можно и кремом не мазаться. Лицо мягенькое, влажное. В области носа так потеет. Вот я уже чувствую, как у меня под пальцами прямо катушки появляются. Они прям скатываются. И все. Вот так вот. Даже вы под руками почувствуете, где у вас лицо самое грязное, скажем так. Вот такие катушки. Прям видно, да? Видно вам? Катушки вот эти вот. Пальчиками я прям чувствую. Так. Ну все. Сейчас еще минуточку их покатаю и пойду смою. И потом следующее, что мы будем делать, покажу. Вот. Все. Теперь личико такое гладенькое и мягенькое стало. Классное. Так. Ну и сейчас уже я вот нанесу. Можно крем любой нанести. Я нанесу вот этот крем ретушь. Смотрите, девочки. Но я вам покажу его отдельно. У меня уже он заканчивается. Но я его заказала. В новом заказе он у меня есть. Вы его когда кликаете, донышко поднимается, поднимается, поднимается. Вы видите уже, насколько мало осталось. И даже, ну еще, да, нормально мне хватит. Еще пока хватит. И вот этот крем ретушь, он как-то сглаживает не какие-то неровности кожи. Цвет сглаживает, смягчает. Также он может быть базой под макияж. Матирует кожу, блеск удаляет все. Тоже такое бархатистое лицо становится, как будто я пудрой намазала. Но в то же время и крем, и пудра. И если вы не хотите как раз, вот я не хочу сейчас тоналку наносить. Тоналку не хочу сейчас наносить. Вот этот крем как раз выравнивает все. Я, кстати говоря, вчера снимала видео Василек. Только губы накрасила, и вот этот крем. Все, он у меня как-то так вот лег хорошо. Я посмотрела, решила, что тоналку даже не нужно наносить. Не хотелось краситься. Я в последнее время краситься вообще просто не хочу. Иногда крашусь прям при крайней такой необходимости. Вот, но осталось губки накрасить. И потом переместиться в тот любимый мой уголок, где покажу вам распаковочку Фаберлик. Что я там заказала, посмотрите. Ну что, девочки, давайте посмотрим посылочку мою Фаберлик. Что мне там пришло, не терпится вам показать. Так, сверху у меня лежит новый каталог. Вот такая бложечка. Это тринадцатый, тринадцатый каталог. Вот, по каталогу я, кстати, люблю выбирать что-нибудь. И здесь очень много, 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 много. Но здесь не все. Можно еще выбирать товар на сайте. Ссылочку я оставлю вам внизу. Заходите, выбирайте. Так, ну давайте приступим. Я сейчас буду показывать по порядку, что у меня лежит. Заказала влажные салфетки для экранов и мониторов. Девочки, у меня такие салфеточки уже были. И они, правда, очень здорово вот вытирают. У меня сейчас монитор уже немножко запылился. Ну и вообще вот технику. Там, может быть, пульт. Вот пульт тоже надо протереть уже. В общем, очень такие удобные в хозяйстве вот эти вот салфеточки. Дальше. Заказала я для Наташи стиральный порошок для белого белья. Она у меня медик. У нее белый халат. Нужно стирать. Концентрированный порошок. Очень-очень экономный. Один килограмм идет за три килограмма. Вот такой. Но это еще не все. Так как белое нужно... Ой, а как он пахнет. Горная свежесть, между прочим. Девочки, приятный запах. Обалденный. Мне нравится. Так, что еще я тут заказала? Ага. Ультракондиционер для белья. Арома. Я заказываю разные запахи. Они бывают с разными запахами. И его нужно совсем чуть-чуть. И прям белье очень классно пахнет. Тоже концентрированный. И поэтому его нужно чуть-чуть. Ну вот на этот раз я заказала. Это называется у нас что? Мелодия солнца. Солнечный такой. Видите, какой классный. Губная классная. Но этот, кстати, тоже от Фаберлик. Номер. Здесь у меня две губные. Я накрасила две губные. Чтобы немножечко вот оно сочеталось. Мне нравится. Так, что еще? Вот пятновыводитель для цветных и белых тканей подходит. И вот если какие-то пятнышки там есть, допустим, на белье, вот немножечко его добавить в порошок туда, где порошок засыпаете. И мне очень нравится. Хорошо удаляет разные пятна. Я пользуюсь давно уже. Он бывает жидкий и бывает не жидкий, бывает порошковый. Так, вот я еще и порошковый заказала. Чтобы у Наташи было такое-такое. Все. Я теперь думаю, что Наташа отбелит все свои халатики беленькие рабочие. Так, ну мне в основном все идет по дому сейчас. Концентрированное универсальное средство, запах цитруса, мятное масло, чистота и защита, содержит антибактериальный компонент, эффективно очищает различные твердые поверхности, не требует смывания. Для пола подходит, для мытья мебели вот что-то тоже разводов не оставляет. Я тоже пользуюсь обычно вот такими. Всегда заказываю, мне нравится. Вот это универсальное моющее средство. Девочки, еще мне очень нравится вот этот гель очищающий для туалета. Он двухцветный, зеленый-голубой. То есть вы, когда наливаете, он одного цвета, и тут же он меняет цвет. Там, где загрязнение особенное, ярче видно. То есть это, знаете, как написано, Smart Color Technology. 7 в 1. Частота под контролем. Инновационная технология изменения цвета обеспечит полный контроль за удалением загрязнений. Вот так, понимаете. Вот мне это нравится средство. И запах такой, знаете, вот он не въедливый, а такой вот легкий, какой-то приятный запах. Хорошие средства, отличные просто. Вот, наконец-то пришла вот эта салфеточка, девочки. У меня салфеточка, которой я протираю стекла очков. Она у меня уже постарела и требует замены. И вот я заказала вот эту салфеточку. Салфетка просто класс. Сейчас я ее хочу посмотреть и пощупать. Мне вообще нравится средство Фаберлик. И для дома все мне нравится. И косметика отличная. Она с одной стороны немножко гладкая, а с другой стороны чуть-чуть как шероховатая, как замша. Вот. Ну, отлично, приотличненько. Ну-ка, давайте протрем мои стеклышки. А то я уже старенькой тру-тру-тру-тру. А она уже не то. Долго приходится. Отлично. Сразу протирает. Не нужно повторять. Прекрасно. Ой, теперь я все очень хорошо вижу. Замечательно. Класс. Класс. Вот это все. Мне то, что нужно. И тут прямо... О, кстати, можно зрение проверять, да? Что тут написано? Видимо, невидимо, видимо, невидимо. Здорово придумали. Фаберлик хом. Да, сегодня у меня все для хом, для дома. Так, ну не все. Кстати говоря, всегда стиральный порошок приходит с ложечкой. Ложечка вот такая. Это мерная ложка, чтобы насыпать не больше, чем нужно. Если полный бак белья, то ложку можно полную насыпать. Если половинка, здесь даже есть деление, то половинку. Потому что концентрированный. Так, что у меня не для дома, а для меня. Заказала девочки омега-3, 6, 9. Периодически нужно пропивать нам, женщинам особенно. Да, мне кажется, это всем, и мужчинам, и женщинам подходит. Вот здесь 60 таблеток как раз. И вот надо будет пропить. Для здоровья. Все для здоровья. Заказала две масочки, девочки. Вот такие вот тканевые масочки. И они пенятся классные. Кислородная экспресс-маска для лица. Матирование и очищение. Это вот это. А вот это гелевая экспресс-маска для лица. Лифтинг и сияние. Но мне и та, и та нравится. Я их пробовала уже. Поэтому заказала их. И еще буду в масочке выкинуть. Нужно укаживать за собой. А как же. Так, ну вот мы как раз дошли до этого средства, которое я нанесла на лицо сейчас. Покажу вам. Чтобы вы видели, как это выглядит. На мне нет никакого тонального средства. Никакого. Я умылась и сразу нанесла вот этот вот блю-крем. Крем это ретушь. Ретушь называется. Вот такой. Посмотрим сейчас его. Вот он полненький. Видите, как он выглядит. Когда заканчивается, донышко подымается, подымается и подымается. Вот так. Я вам скажу. Артикул 1049. Если кого заинтересовало. Дает эффект фотошопа. Вот здесь так написано. Я вам покажу его поближе. Вот такой вот, девочки, крем. Что здесь написано для лица. Ну, я вам просто вот так вот покажу. Вы можете на паузу поставить и почитать, если видно. А кому не видно, прочту. Эффект фотошопа супер-средство для качественных селфи без ретуши и фильтров. Словно ластик за одну секунду стирает морщины, маскирует расширенные поры, прочие несовершенства кожи. Мгновенно выравнивает тон кожи, придает ей гладкость и бархатистость. Содержит кислородный комплекс, не препятствует дыханию кожи. Без одушки, без консервантов. И вообще он без запаха. В общем, вы сами уже на мне увидели, как это выглядит. Действительно, очень классное средство. На него сверху можно наносить макияж. Его можно наносить прямо на крем для лица. Ну, в общем, дышит он. Не придает тяжести, не дает тяжести. Морщинки сглаживает разными несовершенствами кожи. Классный. Заказала я, люблю часто пользоваться, вот это вот, создает объем. Это бальзам для губ, бесцветный, но немножечко он оттеночный, по-моему. Вот этот оттеночный. Сейчас я посмотрю. Да, 44-120 номер артикула и оттеночный бальзам для губ с эффектом объема. Вот такой. Обычный он, как бесцветная губная, как гигиеническая. Поэтому я, когда хожу по дому, в общем, частенько пользуюсь им. Кто не любит губки красить, тоже это подходит. Заказала я себе еще лак. Я вам показывала как-то в предыдущем, по-моему, показе, или предпредыдущем показывала. Тоже такая вот темная баночка, не видно какой цвет, не видно. Но мы сейчас посмотрим. Заказала посветлее. Тот яркий такой, а этот посветлее. Это такой, знаете, как пыльная роза цвет. Сейчас мы накрасим. Вот такой вот цвет. Пыльная роза. Нейтральный. Классный. Классный. Мне нравится то, что нужно. Вообще лак очень хороший. Я тот покрасила уже. Педикюр мне делали. Покрасили тем лаком. А теперь вот такой цвет. Мне прямо нравится. Вот это уже не такой яркий. И кому нейтральный тона нравится, то что нужно. Можно на руки накрасить. Но я ногти стригу, поэтому оно мне и не нужно здесь. Ну вот и все, мои хорошие. Я вам все показала. Мне все нравится. Всем довольна. И опять куча подарочков у меня для сына и для Наташи, для Виталика. Пускай белье стирают. Ухаживают за домом, чтобы все у них было чистенько и хорошо. Ну а сейчас не разбегайтесь. Сейчас будем что-нибудь готовить. Пока я тут собиралась что-то приготовить, мне тут принесли угощение. Это меня угостили. Желтый помидорчик. Груша. Это конференция очень мне нравится. Сладенькая груша. И вот батат. Девочки, но мне лично батат готовить не приходилось. Я сейчас посмотрела несколько рецептиков. Но я приготовлю его немножко позже. Там срок годности месяц. Он еще может пока полежать. Сегодня я запланировала приготовить другие продукты. А что я буду готовить, сейчас покажу. Так, девочки, что я буду готовить. Значит, я взяла три перчика болгарских. Два помидора. То, что у меня есть кабачки парочку. Баклажаны парочку. Все это нужно уже готовить. Оно у меня все лежит. В общем, буду быстренько-быстренько сейчас готовить. То же самое, те же ингредиенты, которые обычно я готовлю. Икру. Я делаю обычно баклажаны. Ой, какие хорошие, без семечек. На четыре части я режу. И вот такими крупными кусками, где-то по сантиметру. Вот так. В общем, посмотрела я сейчас рецепт. Я лазила в интернете, смотрела, что можно приготовить из батата. Ну, так как это для меня, я его даже не пробовала. Я поняла, что это как картофель, но только сладкий. Ну, вот и сладкий картофель для меня это тоже непонятный вкус. В общем, пока я выберу рецепт, пока я определюсь, время идет, а я уже проголодалась. Ну, вот эти продукты, которые у меня уже лежат, их пора приготовить. Я решила, что я их приготовлю сейчас. А батат мы как-нибудь приготовим позже. Во втором немножко сливочки есть, ничего страшного. В общем, короче говоря, сейчас по-быстрому. Решила крупными вот такими вот кубиками порезать. Даже не кубиками, как четвертушечки. Это я нашла рецепт рататуй. Смотрю те же самые продукты, которые обычно я готовлю икру. Ну, единственное, что в рататуй, конечно, добавляются прованские травы, которых у меня дома нет. Специально за ними я в магазин не побегу. Ну, и потом, знаете, не все специи мне нравятся. Поэтому у меня тут есть вкусная соль. Вот такая вкусная соль. Семь блюд. Все. Я добавлю вот эту вкусную соль, и мне будет достаточно. Так, у меня уже сковорода разогрелась. Отправляю я туда сейчас вот эти вот баклажаны. Следом я сейчас нарежу лук. Тоже такими полукольцами. Кто-то без лука рататуй готовит, кто-то с луком. Но я думаю, что в этом блюде лук не помешает. Так, отправим. Сразу нарежу я лучок. Ну, можно на четверть. Вот так на четверть нарезать. И все. Ну, тоже довольно так я кругленько тоже нарежу. Вот такие будут. Лучок средненький взяла. Я с этими овощами прямо чувствую в своей собственной интуиции, что мне нужен тут лук. Мне его будет не хватать. Я люблю это с луком. И отправлю сейчас этот лук туда же, к этим баклажанам. Так, ну и теперь уже можно нарезать так же вот эти вот кабачки. Четвертушечками. И потом помидоры четвертушечками. А перчик кольцами крупными. И так же можно на четвертушечки их разрезать. Все, погнали. Все крупно режу. И уже хочу скорее это все покушать. Сковорода у меня еще не до конца прогрелась, но она продолжает прогреваться. И сейчас мне нужно будет это все уже помешивать. Почему? Почему сначала баклажаны закинула? Потому что кабачки, они выпускают сок. Баклажаны уже не поджарятся. Чуть-чуть хочу их немножко подрумянить слегка. И потом уже закидывать кабачки и все остальные овощи, которые уже дадут сок, помидоры особенно. И потом все это на медленном огне буду я готовить до полной готовности. Попозже немножко посолю это все дело вкусной солью. И больше туда добавлять я ничего не буду. Так, ну тут у меня уже запах лука пошел. Чуть-чуть подрумянилась. Имейте ввиду, масло очень быстро в себя вбирает. Поэтому сейчас я засыплю сюда кабачки. Помидорчики с болгарским перцем. Перец я покрупнее нарезала вообще полукольцами. И сейчас мы начнем это все мешать. И сколько нужно будет масла, можно будет добавить. Сейчас помидоры немножко сок дадут. И уже оно не будет поджариваться. Можно будет даже чуть-чуть уменьшить мощность. Вот так. Вот какая красота. Пахнет здорово. Ну вот теперь все будем это все тушить и помешивать не забывать. Так, ну все. Прошло 15 минут. Вот оно довольно-таки нормально уже обжарилось. Уже какие-то продукты даже готовы. Кабачки я вижу еще немножко не готовы. Ну я тогда просто решила так посолить сейчас. Помешать и закрыть крышкой. Поставить на двоечку. Все это время оно у меня стояло на троечке. Но так как там уже есть сок внизу. Поэтому ничего не пригорает. Ну как бы быстрее готовится. Ну на двоечку, чтобы оно уже там все пропарилось. То, что не доготовилось, уже дойдет до готового состояния. До кондиции. Все. Потом еще раз помешаем. Все, девочки, блюдо мое готово. Если не хотите, чтобы было много бульона, крышку тогда не закрывайте. Ну мне бульон не помешает. Мне нормально. Девочки, я покушала рататуй. Очень вкусное блюдо получилось. И к моему большому удивлению, вот вроде бы те же самые продукты, которые я обычно кладу в икру, которую я делаю с кабачками и баклажанами. Но вот именно, может быть, потому что это крупнее порезано. Может быть, потому что я сначала зажарила баклажаны с луком. Какой-то немножко другой получился вкус. Гораздо интереснее, чем просто икра. Ну, в общем-то, я немножко водички выпарила. И она вот немного есть. Но довольно-таки оно вроде бы и сочное блюдо, и мягкое, и такое приятное. Оно уже почти остыло, можно убирать в холодильник. Ну и что еще для меня неожиданно получилось, что как-то вот я вам сегодня показала, почти уже показала рацион дня, который, я бы сказала, очень замечательный для раздельного питания. То есть я утром поела углеводы, овсяная кашка на воде с сухофруктами. У меня было с изюмом сегодня попалось. На обед получились овощи тушеные, и поела я с хлебом. Кстати говоря, когда я вам говорила, что собираюсь вот я снизить вес и придерживаться, ну, стараться придерживаться, по крайней мере, раздельного питания, потому что это новый же проверенный способ, то я вам говорила, что хлеба нужно вообще снизить как можно меньше есть. Но если совсем без хлеба, вот я, например, когда совсем без хлеба ем, у меня уже просто все, я срываюсь. Вот, и поэтому я поела с хлебом без мяса. Получается, что хлеб можно есть с овощами, потому что это углеводы, да, овощи вообще нейтральные продукты. Их можно есть либо с хлебом, либо, ну, с углеводами, либо, значит, с белком, с мясом. Но так как я мясо забыла достать заранее и разморозить, у меня сейчас еще размораживается филе куриное, я его приготовлю уже на ужин, и тогда на ужин я поем опять-таки вот это. Можно просто с другими любыми овощами поесть. Мне это блюдо понравилось, и я его с удовольствием поем еще с мясом, но уже без хлеба буду есть. Вот, а на полдник у меня арбуз. Можно покушать любые фрукты любимые, ну, что-то такое легкое, но все равно перекусить. Вот я решила сейчас полником, уже у меня время подошло, и я поем арбуз с удовольствием. Пока арбуз есть, надо пользоваться этим. Сейчас я на время свой голод утолю арбузом. Мясо уже почти разморозилось. И приготовлю я его на ужин. Я в 6 часов как раз-таки поужинаю курочкой и вот с этим вот, с этими овощами тушеными. Но потом перед сном, как всегда, захочется все равно что-то есть. У меня есть йогурт, и я выпью стаканчик йогурта. Кто-то, может быть, кефир любит. Ну, кефир, я стараюсь его воздерживаться, потому что там кислота, а мне кислая нельзя. Вот получается такой идеальный, в общем, я бы сказала, для меня лично, прямо идеальный такой рацион дня. И в то же время вкусно, и сытно, и раздельно, что не способствует накоплению жиров в боках. Вот, способствует похудению, потому что белки с углеводами, когда они вместе не употребляются, то они очень хорошо обрабатываются желудком, расщепляются легко. И, в общем, даже очищение организма от шлаков, токсинов происходит тоже благодаря вот раздельному этому питанию. Вот, так что сейчас небольшой перерывчик. Еще я уже отдохнула пока, но еще небольшой перерывчик. Съем арбузик и чуть-чуть попозже приготовим вместе. Хочу побыстренько приготовить, не затейливо курочку. И уже потом на ужин ее поесть. Ну, а пока сейчас я смотрю ролики своих любимых блогеров на ютубе. Девочки, я сейчас умылась, досмотрела фильм, сейчас скажу какой. Хочу нанести ночную маску. Это вот этот крем, это не крем, это маска ночная. Я люблю Сеул. В общем-то, дело к вечеру, никуда не собираюсь сегодня. И решила уже умыться. Глаза что-то разболелись. Захотелось освежиться. И нанесу вот такую ночную масочку. Пусть лицо попитается. За ночь утром умыть ее, как всегда. И все. Я не буду сильно толстый слой наносить. Она сейчас так впитается, нормально будет, как крем на лице чувствуется. Не будет чувствоваться ничего такого. Смотрела я сейчас триллер «Детектив», американский, 20-го года. Там в главных ролях, а он называется «Отыграть назад», А в главных ролях Николь Кидман и Дональд Сазерленд. Хорошие артисты, в общем-то. И очень такой крутой сюжет. Неожиданная концовочка. Весь фильм, в общем-то, в напряжении, не в напряжении, но в любом случае, кто ж там убийца, думаешь, весь фильм. То одного, то другого подозреваешь. В общем, подозреваешь всех, оказывается. Ну, как всегда, в общем. Все это вот в этом жанре. Понравился фильм, рекомендую посмотреть вам. И, в общем-то, сейчас у меня уже разморозилась курочка. И время уже близится к 6 часам. Хочу приготовить сейчас на ужин себе курочку. Покушать с овощами, как я вам и обещала. Ну, давайте начнем. Хочу приготовить как-нибудь, вроде быстренько хочется, но как-нибудь по-другому. Ну, в общем, сейчас, что получится, то получится. Посмотрите. В общем, я взяла 3 кусочка. Это филе бедра, без кожи, без кости. Сейчас порежу небольшими кусочками. И хочу просто обжарить. Вообще, конечно, курочку можно было бы и на пару сделать. Просто вареную. Разговорю, но что-то мне не захотелось. Возьму такие небольшие, сделаю кусочки, чтобы она обжарилась быстрее. Вот так вот. И все. Поставила сковороду уже. Она пока нагревается. Чуть-чуть соли, чуть-чуть перца. Ну, соль я, наверное, вкусную соль буду использовать. Она все-таки вкусная. С приправками, с травками. То, что нужно. И чуть-чуть слегка перчика. Потому что я ребенку не даю. Это ребенок. У меня сегодня отсутствует. У меня сегодня вообще-то выходной. Сегодня и вчера у меня выходной. Я эти дни только снимаю и монтирую. В общем, вчера снимала. Сегодня утром монтировала. И опять целый день я снимаю. Вот немножко сейчас полежала. Досмотрела этот триллер. И опять целый день снимаю. Ну, в общем, это знаете, чтобы просто все время не лежать тупо на диване. Это называется полезное с приятным. Полезное с полезным. У меня так получается. Так, ладно, что там. Сковородка прогрелась, надеюсь. Да, наверное, может быть еще не совсем прогрелась. Я уже думаю, что можно это сразу все посолить. И поперчить. В общем, чуть-чуть я хочу поперчить. Немножко. Чисто символически. И вот сразу я это все посолю. Потому что я хочу пожарить на сильном огне быстро. Знаете, как это быстро называется? Там уже солить будет некогда. Сейчас вот это все помешает. И все перемешаем. Думала, может приготовить там, я не знаю, там тушеное сделать с луком. Не хочу даже с луком делать. Не хочу в духовке. На пару не хочу. Вот решила вот так вот взять, обжарить и все эти кусочки. Потом я покушаю на ужин уже вместе с овощами, с тушеными, которые я уже сегодня приготовила. И все. Так, наверное, разогрелась сковорода уже. Сковорода, по-моему, раскалилась уже. Масло тоже тут уже разогрелось. Все. Кидаем. Опа. Опа. Вот я собираюсь непрерывно помешивая. Минус пять. Я думаю, у меня пять. Может быть, чуть-чуть больше. Попробуем. Будет готово. Не хочу долго готовить. Хочу, чтобы оно как с целью быстро приготовилось. И осталось точно внутри. Прошло уже пять минут, девочки. Ну, оно уже начинает румяниться. Я думаю, оно уже внутри готово. В общем-то, я выключаю печку. И остаточное тепло. Ну, еще минуты две будет продолжать оно поджариваться. И оно дойдет. То, что не дошло, дойдет. Крышку я не закрываю, чтобы оно не давало сок. Чтобы не выпустило сок, а чтобы он остался там внутри. Вот так вот решила я курочку сегодня приготовить. Все, уже шесть минут прошло. Сейчас попробуем. Курочка легко ломается. Прям переламывается пополам. Вот так. Все, она уже готова. Видите? Прям легко. Все, я отставляю, чтобы она не высушилась. И накрою теперь крышкой. Вот теперь можно накрыть, чтобы она не подсохла. Включила новый фильм, который называется «Острые предметы. Триллер. Драма. США». Вот такой у меня сегодня ужин, девочки. И без хлеба. Сейчас семь часов. Я решила уже поужинать. Чтобы это было не позже семи. Ну что, девочки, давайте все-таки попробуем курочку вместе. Как она у меня приготовилась. Мягкая, не мягкая. Я ломала, была мягкая. Ну, пока полежала на сковороде. Может, она почерствела. Ой, хорошая какая. И с овощами прям. Ужин классный. Удался. Я довольна. Ну что, девочки, хочу вам сказать. Вот так вот день и прошел. В общем, подошел к концу день. Вы сегодня со мной целый день провели. Мы готовили сегодня. И бьюти штучками занимались. И обзорчики я вам показала на Фаберлик. Все классно. Сериальчик еще смотрю. Новый начала смотреть. Еще ничего не могу сказать про него. Отзыва пока еще не будет. Будет попозже, может быть. Ужин я сейчас покушаю вовремя. И потом перед сном, если мне захочется, я тогда, если даже не забуду, бывает, что и забываю. Бывает, не хочется. Выпью йогурт. Стаканчик питьевой. Кстати, у меня кто-то из подписчиков спрашивал, как готовить йогурт. Девочки, очень просто. Нужна для этого йогуртная закваска. Йогуртная закваска продается в больших супермаркетах. К сожалению, в ближайших магазинах у нас в районе нет. Пятерочки, магнити нет, не продают. Я покупала в Ашане. Может быть, в Ленте. Ну, или что-то такое. В больших супермаркетах там бывает. И потом готовить все это очень просто. Литр молока, комнатной температуры обязательно, чтобы было молоко пастеризованное, либо кипяченое. И растворяем там этот порошок, один пакетик. И в мультиварку я ставлю режим йогурт, там на 8 часов. Ну, на ночь ставлю, утром уже готов йогурт. Все прекрасно. И хватает надолго, и получается, в принципе, дешево. Ну, как бы, вроде бы, подешевле немножко, чем магазинный. Но вот этот йогурт, который последний раз, в последнее время я брала, он мне нравится. Хотя сейчас, на данный момент, у меня йогурт активнее. Ну, неважно, какой главный йогурт, а может быть, кефир кому-то больше нравится. Тут уже, как говорится, дело вкуса, индивидуально все. В общем, день мы подошел к концу, и поэтому, девочки, я хочу с вами попрощаться. Уже пора это видео заканчивать. А то, я боюсь, оно уже длинным у меня, наверное, получится. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok